Дойдёт ли «Сервал» до строительства или всё ограничится только технологиями? Среди множества экспонатов Международного военно-технического форума «Армия-2020» была представлена и масштабная модель подводной лодки нового типа P750B «Сервал». От выставленной на прошлогоднем военно-морском салоне в Санкт-Петербурге она отличается более высокой детализации. Кроме того, часть обшивки снята таким образом, чтобы посетители смогли рассмотреть конструктивные особенности новой субмарины. Наиболее внимательным посетителям форума удалось выяснить для себя несколько новых решений в конструкции, принятых с июля по декабрь 2019 года, когда специалисты Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» вносили окончательные уточнения в облик будущего корабля. О каких решениях идёт речь? Узнаете из этого выпуска. Приветствую, на связи НьюСолдат. И мы начинаем. Российский военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей накануне форума «Армия-2020» сообщил, что российское КБ «Малахит» занимается разработкой подлодки, которая в будущем сможет, цитируем, «довольно продолжительное время до трёх недель ходить под водой, не всплывая». Работы над подлодками с анаэробным двигателем у нас ведутся уже давно. Этим не только «Малахит» занимался. В частности, были лодки четвёртого поколения «Лада», которые участвовали в морском параде в Санкт-Петербурге. Они непосредственно строились под воздухонезависимую анаэробную установку, сокращённое название ВНУ. Но раньше такие технологии были недоработанными, говорит эксперт. В настоящее время не атомными ВНУ занимаются многие коммерческие и государственные структуры десятка стран мира. Анализ показывает, что ни один из находящихся в рассмотрении типов анаэробных установок не является идеальным во всех отношениях. Каждая имеет свои преимущества и недостатки. Кроме того, судостроителям необходимо учитывать особенности географических зон, условия базирования и уровень подготовки личного состава флота главного заказчика и иностранных клиентов. Дальше всех по удовлетворению потребностей флоты своей страны и её ближайших союзников по блоку НАТО продвинулась немецкая фирма ХДВ. Она построила серию субмарин типа 212-214 с ВНЕО на базе так называемых топливных элементов с интерметаллидным хранением водорода. Подводная лодка У-32 военно-морских сил Германии продемонстрировала возможность непрерывного подводного плавания в течение 18 дней, а также покрыла расстояние 2800 километров без всплытия на поверхность. К слову, это довольно высокие показатели, и они активно используются немцами в качестве доказательства правильности выбранного ими пути. Вместе с тем германское решение весьма и весьма затратное. Подлодки указанных типов используют водородный металлогидрид, который даёт возможность достичь высокого уровня безопасности, однако обладает значительным весом и объёмом. Система хорошо работает в условиях сравнительно холодных морей. Но существует опасение, что в тропиках эксплуатация существенно усложнится. Помимо того, для обеспечения действия подводников требуется специальная береговая инфраструктура. Словом, у германского решения есть как положительные, так и отрицательные моменты, а эффект от его внедрения ещё предстоит подсчитать. Между тем, сегодняшний этап совершенствования дизель-электрических субмарин связан с появлением капсулизированных, не выделяющих водород аккумуляторных батарей типа ион-литий. Они идут на замену свинцово-кислотным, раза в полтора превосходя их по ёмкости и обладая лучшими характеристиками потоком заряда и разряда. Их установка на субмарины значительно повышает показатели подводного плавания. Например, после замены батареи на лодке проекта «677 Lada» она будет непрерывно плавать под водой без вплытия на поверхность в течение 13-15 суток, вместо 9-10 дней ранее. Друзья, если вам приходилось служить на какой-либо подводной лодке, расскажите об этом в комментариях под видео. Раскройте для нас ту часть информации, которая может быть оглашена. А мы продолжим. Появление на флоте литиевых батарей технически не отменяет ВНЕО, в том числе и на топливных элементах. Поэтому КБ «Рубин» работает над новым вариантом «Лады» с дополнительным отсеком, где разместится установка по выделению водорода путём реформинга дизельного топлива. Дооснащение субмарины дополнительным отсеком с ВНЕО даёт возможность увеличить продолжительность подводного плавания на малом ходу в 2-3 раза, что повышает скрытность действий подводников на коммуникациях противника и вблизи его побережья. «Малахит» идёт своим путём. Об этом в частности говорит и эксперт Василий Дандыкин. Подлодки сейчас производят Германия, Швеция, вроде ещё Япония и Южная Корея. В этом плане мы идём немного другим путём. Наши установки были чуть менее безопасны, и то, что сейчас создают в КБ «Малахит», это здорово, хотя там специалисты занимаются немного другими темами, такими как многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень-М». Я понимаю, что всё-таки потенциал у этого легендарного КБ очень большой. Они уже в какой-то степени отрабатывают на тех же «Ясенях» много чего интересного. Поэтому я надеюсь, что планы по П-750 будут реализованы, потому что, безусловно, хорошие лодки «Варшавянка» всё-таки уступают зарубежным субмаринам по автономности. Отметим, что проекты П-650Э и П-750Б уже вполне проработаны. Первый представляет дизель-электрическую подлодку с дополнительным отсеком в НЕО. Вторая оснащается единой маршевой установкой на основе газовой турбины. Подобное решение позволяет получить хорошие характеристики, включая большое время пребывания под водой. И, в отличие от немецкого, нетребовательно к береговой инфраструктуре. Да, «Сервал» — это перспективная лодка с множеством оригинальных технических решений и передовых технологий. Инновационный подход сотрудников КБ «Малахит» нашёл отражение в концептуальном проекте, разработка которого завершилась к началу 2020 года. Принципиальным отличием «Сервала» от всех находящихся в данный момент в эксплуатации отечественных неатомных подлодок является как раз применение газовой турбины вместо классической комбинации дизель-генератора и аккумуляторной батареи, питающей электродвигатель. Используя только лишь аккумулятор, подлодка П-750Б сможет оставаться под водой трое суток, а применение в «НЕО» предполагаемого типа позволяет увеличить этот срок до 30 суток. Идея использования газотурбинного двигателя на субмарине не нова, но пока никто не смог её успешно реализовать, хотя на надводных кораблях газовые турбины применяются широко. К очевидным преимуществам газотурбинного двигателя относят компактность, высокую удельную мощность и отличную приёмистость. Кроме того, современные газовые турбины демонстрируют высокие ресурсные показатели. И хотя они далеко не дёшевы в производстве, однако же в итоге могут обеспечить общее снижение расходов в расчёте на весь жизненный цикл изделия. Особенностью предложенной специалистами Малахита энергетической установки является использование в качестве рабочего тела не атмосферного воздуха, а обогащённых кислородом отработавших газов. Предварительно они будут подвергаться очистке и охлаждению, для чего на корабле установлены так называемые сосуды Дьюара. В соответствии с принятой классификацией, энергетическая установка П-750Б относится к воздухонезависимым, анаэробным. Проектом предусмотрена установка грибного электродвигателя мощностью 2500 кВт, продолжительность подводного плавания на батарее до трёх дней, и пары газовых турбин потребляют дизельное топливо по 400 кВт каждая. Последние сообщают кораблю скорость 10-12 узлов. Предусмотрены два режима работы турбин. Первый, когда лодка на поверхности, второй – в погружённом состоянии. В первом случае энергетическая установка потребляет атмосферный воздух, во втором – жидкий кислород из хранилища криогенных материалов в виде сосудов Дьюара. Выхлопные газы от турбин замораживаются в этих сосудах, что устраняет потребность в выбросах в атмосферу и отходах в окружающую среду. При водоизмещении порядка 1400 тонн, П-750Б рассчитано на продолжительность подводного плавания 1200 миль на экономической скорости 4 узла. Максимальная глубина погружения – 300 метров. П-750Б представляет собой многоцелевую подводную лодку малого водоизмещения, предназначенную для действий в прибрежной полосе. Основное вооружение – торпедные аппараты, подходящие для стрельбы как торпедами, так и крылатыми ракетами. Кроме того, в соответствии с тенденциями последнего времени подлодка будет способна взаимодействовать с необитаемыми подводными аппаратами. Среди инновационных решений, заложенных в проект нового корабля, можно назвать концепцию сменно-модульного размещения следующих видов полезной нагрузки – оружие, средства самообороны, групповые подводные средства движения и необитаемые подводные аппараты. Вся подобная нагрузка будет размещаться за пределами прочного корпуса. Практическая реализация данной концепции открывает перед флотом новые возможности. Теперь комплектация полезной нагрузки субмарины будет меняться перед очередным морским походом в зависимости от решаемых кораблем задач. Друзья, как вы считаете, это действительно полезное техническое решение? Делитесь своими соображениями по этому поводу в комментариях под видео, а мы идем дальше. Наличие нескольких торпедных аппаратов позволяет применять весь спектр отечественного минно-торпедного вооружения. Также возможна интеграция ракетного комплекса «Калибр» в исполнении для подлодок. Таким образом, «Сервал» сможет работать по различным надводным и береговым целям, в том числе на большом удалении. Интересной особенностью P750B является наличие шлюзовой камеры, тоже размещенной в носовой части. С ее помощью подлодка сможет высаживать и принимать до шести боевых пловцов одновременно. При этом обитаемые отсеки позволят брать на борт и доставлять к месту решения задач до 16 человек. На лодке «Сервал» должны использоваться современные общекорабельные системы, средства управления и т.д. За счет высокой автоматизации процессов возможно сокращение экипажа до 18-20 человек. Соответственно, сокращаются объемы для их размещения, что позволяет оптимизировать конструкцию подлодки в целом. Предусматривается снижение требований к пунктам базирования. Развертывание P750B и обеспечение их службы возможно на существующих базах флота. Отметим, что P750B идет в дополнение к ранее разработанным специалистами Малахита проектам малых подводных лодок прибрежного действия семейства «Пиранья», включая «Пиранья-М», «Пиранья-Т», «Пиранья-Т-1», «П-550-Э», «П-650-Э» и других водоизмещением от 220 до 1450 тонн. Задачи, выполняемые данными подлодками. Охрана и оборона прибрежных и морских границ путем скрытного патрулирования, уничтожения одиночных надводных кораблей и подводных лодок торпедным оружием. Постановка минных заграждений, а наиболее крупные из лодок могут наносить ракетные удары по береговым объектам. Разведка в назначенных районах и наведение на противника сил флота и авиации. Отдельные представители семейства «Пиранья» способны выполнять специальные операции силами принимаемых на борт разведывательно-диверсионных групп численностью до 6-8 человек. Подлодки разработки «Малахита» обладают высоким уровнем автоматизации управления кораблем. Так, при водоизмещении 720 тонн, P-650E рассчитано на экипаж всего-навсего из 9 человек. Соответствующие цифры для P-750B – около 1400 тонн и 18-20 человек. Сервал отличается от P-650E большей дальностью плавания без всплытия на поверхность, высокой скоростью хода, более мощным бортовым комплектом вооружения, включая ракеты комплекса «Калибр-ПЛ». Предлагаемый концепт неатомной подводной лодки P-750B представляет большой интерес как минимум с технической точки зрения. Этот проект предлагает целый ряд важных и многообещающих решений разного рода, способных положительно повлиять на развитие флота. Подлодки типа «Сервала» могут стать важнейшей составляющей отечественного ВМФ в отдаленном будущем. Справедливости ради следует признать, что далеко не все интересные и перспективные проекты доходят до практической реализации. Судьба P-750B еще не определена, а главный заказчик пока воздерживается от заявлений на эту тему. Перспективный концепт от СПМ-БМ «Малахит» может не получить развитие и не дойти до строительства и службы. Военное ведомство пока никак не комментировало проект «Сервал», хотя по его заказу уже реализуется альтернативный проект неатомной подлодки с ВНЕО от СКБ МТ-РУБИ. Возможно, новая концепция и макетная ВНЕО от СПМ-БМ «Малахит» тоже заинтересует военных, что позволит двум проектам перейти на новую стадию. В любом случае, если у проекта не будет реального будущего, что вполне возможно, то в этом случае бюро сможет провести научно-исследовательские работы по воздухонезависимым энергоустановкам и другим компонентам малых неатомных лодок. Благодаря этому в распоряжении наших кораблестроителей окажутся новые технологии, пригодные для использования в реальных проектах будущего. Если же у проекта окажется реальное будущее, то со временем «Сервал» или другие малые подлодки от «Малахита» смогут привлечь внимание зарубежных стран. Повышенные тактико-технические характеристики, связанные с ВНЕУ, могут стать важным конкурентным преимуществом в контексте экспортных контрактов. Дойдет ли «Сервал» до строительства или все ограничится только технологиями, покажет только время. Американское интернет-издание «Виаде Майти» смоделировало последствия удара российского подводного крейсера типа «Борей» ракетами с ядерными боеголовками по США. Расчеты журналистов показали, что одной субмарины, например, «Юрия Долгорукова», достаточно для нанесения непоправимого ущерба американской армии и флоту. Как пишет американское издание, это настоящая подводная лодка, которая сейчас на вооружении, и она может уничтожить американские города в неожиданной атаке. Издание предположило, что наилучшая позиция для запуска ракет с российской подлодки находится в водах Мексиканского залива. Оттуда ракеты «Булава», дальность полета которых превышает 9 тысяч километров, смогут поразить все важные военные и коммуникационные центры на территории США. Прежде всего речь идет о Пентагоне, военно-морской базе в Кингсбей на юге Джорджии и военно-воздушной базе Уайтман в Миссури. В чернильно-черной воде хищник медленно поднимается из глубин Мексиканского залива, как Старый Бог или Годзилла, но еще более разрушительный и смертельный. Российская подлодка Юрий Долгорукий с 16 ядерными боеголовками «Булава» и крылатыми ракетами на борту. Так красочно американские журналисты описали начало, подчеркиваем, выдуманное ими ядерной войны. Они отметили, что каждая из баллистических ракет несет по шесть разделяемых боевых блоков мощностью свыше 100 килотонн. Причем все ракеты «Булава» будут выпущены за одну минуту. Справка. Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А» призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. До 2020 года планируется принять на вооружение восемь подлодок этого проекта. Длина российского крейсера — 170 метров. Ширина — 13,5 метров. Подводное водоизмещение — 24 тысячи тонн. АПЛ могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования «Р-30 «Булава-30». Издание считает, что расположенный внутри горы Шайен штаб Нурад, командование Воздушно-космической обороны Северной Америки, уцелеет. А вот остальные объекты, в том числе бактериологический центр армии США «Форт Детрик», база АНБ «Форт Мид», база корпуса морской пехоты США «Куантико» и другие будут уничтожены. Рассчитаны даже предполагаемые потери среди гражданского населения — сотни тысяч человек. В статье достаточно разбираются и последствия для рядовых жителей США. Так, если человек не погиб сразу от взрывной волны и ее последствий, то следующими главными опасностями для него будут избыточное давление, радиация и пожары. Но так как военные объекты США специально расположены вдали от больших населенных пунктов, то человеческие жертвы при атаке на военную инфраструктуру будут сравнительно небольшими. В заключительной части своего анализа авторы говорят, что военная инфраструктура США так распределена по территории страны, что ее невозможно будет уничтожить одним ударом. Какова реакция наших экспертов на эту публикацию, расскажем далее. Но прежде напомним, что вы также можете высказывать свое мнение в комментариях под видео. Продолжим. Ракетный крейсер «Борей», находящийся в акватории Мексиканского залива, в случае угрозы уничтожит большую часть территории США. Так прокомментировал выводы военных экспертов американского интернет-издания WATM, глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин. «Американцы наконец-то адекватно оценили возможности наших субмарин. Российские подводные лодки бесшумны, их трудно обнаружить, они оснащены уникальными, очень мощными ракетами», — пояснил Жилин. По его словам, одна такая ракета в секунду способна обрушить всю Америку. Это не миф, как утверждают некоторые. Надеюсь, американцы не захотят это проверять. Справедливости ради стоит отметить, что даже сами американские журналисты такой сценарий считают маловероятным в итоге, ведь в случае нанесения удара по одной из ядерных держав начнется мировая война, победителей в которой не будет. Отметим, что подобные сценарии регулярно появляются в американских СМИ. К примеру, в сентябре телеканал CNBS уже публиковал статью о том, что российские атомные подлодки типа «Борей» неотразимым ударом смогут уничтожить США уже в 2024 году. В публикации говорилось, что в отличие от традиционной баллистической ракеты, булава способна нести до 10 ядерных и гиперзвуковых боевых блоков. По словам генерала ВВС США Джона Хайтена, выступавшего в марте в Сенате, у нас нет никакой защиты против такого оружия. Хотя авторы публикации утверждают, что РФ не планирует использовать ядерное оружие против США, они считают, что наличие у Москвы сильного подводного флота – это серьезный сигнал для Белого дома. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя статью американского издания Федеральному агентству новостей, отметил, что российские подлодки по праву считаются лучшими в мире, и хорошо, что на это обращают внимание. Сегодня Российская Федерация является полноправной хозяйкой подводного мира, и наши подлодки являются лучшими в мире. То, что им дают объективную оценку – это правильно. Нам бы самим не хотелось об этом напоминать, потому что нашу страну и так часто рассматривают в качестве какого-то агрессора, который пытается всех пугать дубинками. То, что американские специалисты это понимают – очень хорошо, рассказал парламентарий. Он также усомнился в том, что будет реальный вооруженный конфликт между РФ и США, добавив, что американцы просто создают информационную волну. «Не будет никакого открытого противостояния. Американцы лишний раз пытаются нагнетать обстановку и провоцировать информационное пространство. России не надо почивать на лаврах, не надо успокаиваться и впадать в гонку вооружений, а стоит работать. Безопасность своего государства мы должны обеспечить с минимальными затратами, но эффективно», – подчеркнул По. Шерин напомнил о том, что США повсеместно размещают военные базы, пытаясь показать свою силу, хотя это не является адекватным способом реализации госбюджета и обеспечения национальных интересов. «Мы должны понимать, если РФ не размещает военные базы вокруг Америки, это не значит, что мы не способны держать под контролем ситуацию». «Строительство подводных лодок, которые могут скрытно приближаться на расстояние нанесения удара по территории противника и наносить ощутимый ядерный удар – наиболее эффективное и рациональное использование денежных средств, нежели содержание огромного количества военных баз с целью напугать кого-то», – заключил депутат. Насколько реалистична кинолента «Курск», которая 27 июня выйдет на экранах страны? Могут ли иностранцы рассказывать нам про то, что случилось у нас? И что на самом деле произошло в августе 2000 года в водах Баренцева моря? Узнаете сегодня. Сегодня гибель подводной лодки «Курск» обрела художественное обрамление. 27 июня в прокат выходит, как это ни парадоксально звучит, но не отечественный фильм с одноименным названием. Так как наше Министерство обороны не дало своего разрешения на съемки в России, то картину пришлось снимать во Франции, Бельгии и Люксембурге. Фильм стал, по сути, данью памяти 118 членам экипажа, нашедшим покой в мутных водах экватория Баренцева моря. Ожившая страница истории в драматических перипетиях о нескольких днях трагедии потрясших мир. Фальшь? Домысел? Достаточно противоречивое кино по своей сути. Ему и веришь, и не веришь одновременно. А Россию и про Россию нужно снимать отечественному режиссеру. Если, конечно, кино не несет алимент комедийного эпатажа. Иначе многое из жизни общества вызывает ироничную улыбку. И хорошо еще, если улыбку снисхождения. Тут именно этот случай. Считает Олег, один из зрителей, которому удалось посмотреть фильм за рубежом, где он вышел в прокат значительно раньше, чем у нас. Судите сами. Вниманию зрителей предстает кино от датского режиссера Томаса Винтерберга. В продюсерах – французская бригада обеспечения успеха во главе с именитым Люком Бессоном. Сценарий принадлежит американцу. Кинооператор – британец. А страной-производителем заявлены Бельгия и Люксембург. Каково? Не напоминает воплощение фразы «Без меня меня женили». Конечно же, никого из обозначенных уважаемых господ под сомнение ставить не приходится. Их опытностью мастерство, послужной список полной наград и медалей говорят сами за себя. Вот только замахнулись они не на красоты скандинавских фьордов, не клошар, рассматривают в парижской достопримечательности, не английским аристократическим чаепитием тешатся, а окунулись в военно-морскую рыбалку с элементами загадочной русской души. И раскручивают тему всем миром по установленным кинематографическим законам. А Россия, говоря словами генерала Черноты из небезызвестного фильма «Бег», не вмещается в шляпу, господа, не вмещается. Начало картины и окончание отчасти – это практически идентичное повторение работы Майкла Чемина «Охотник на оленей». Фильм подан несколькими сюжетными линиями. Борьба за живучесть внутри потерпевшего бедствия судна и группа спасшихся моряков, рассчитывающие на эвакуацию – первый посыл. Должностные лица, вовлечённые в процесс помощи – второе звено. И семьи у материковой черты – третья составляющая общей канвы. Многообразие лиц с минимумом углублённой проработки – отличительная особенность этого зрелища. Чета Авериных, да ещё персонаж Колина Фёрта напоминают актёрскую братью. Остальные – ни лиц, ни характеров. Мебельная декорация в различных вариациях. Микаэль Нюквист сыграл здесь свою последнюю роль. Наверное, так оно и было, но его ещё нужно умудриться найти в картине. Может быть, в эпизоде где-то мелькнёт. Фильм интересен как повествовательный рассказ о произошедшем. Трагедия, свидетелями которой мы становимся, оставляет некий осадок досады. И красной нитью через всю ленту мучительный взгляд беременной женщины, ждущей возвращения своего мужа. Друзья, посмотрев фильм, не забудьте вернуться к нам и поделиться своими впечатлениями о нём в комментариях под видео. А мы продолжаем. Так что же произошло? Что стало причиной? Теракт? Столкновение с американской лодкой? Взрыв в торпедном отсеке? Что потопило 154-метрового гиганта высотой в шестиэтажный дом? Голиафа стоимостью во многие миллиарды рублей? Давайте попробуем разобраться. Гибель Курска произошла во время учений в Баренцевом море. Хронологически события развивались следующим образом. 12 августа атомная подводная лодка засекла учебную цель. Капитан Лячин получил добро на атаку. После этого связь перервалась. Шум взрыва приняли на соседних судах запуск торпед. 13 августа на командном пункте объявили оврал. Эксперты указывали, что подводная лодка не выбросила аварийный буй – признак того, что беда обрушилась мгновенно. 14 августа командующий ВМФ доложил президенту об инциденте. Лишь по звукам со дна моря смогли установить, где находится Курск. Специалисты осмотрели лежащую на грунте подлодку при помощи спасательного аппарата «Колокол» и обнаружили большую рваную пробоину у торпедных аппаратов. А в корпусе множество трещин и серьёзные разломы. Механизм спасательной катапульты заклинило, но реакторы были заглушены. Пресс-служба ВМФ официально сообщила, что связь с субмариной установлена методом перестука и что экипаж жив. Главком ВМФ Кураедов заявил, что в затопленной части есть жертвы. Корпус лодки не поддаётся подъёму и единственное, что можно сделать – постараться спасти людей, хотя надежд мало. 15 августа из штаба сообщили, что к 18 августа на подлодке закончится кислород. 16 августа спасательные работы продолжались, но безрезультатно. Связь с экипажем лодки по-прежнему поддерживалась. В море вышло госпитальное судно «Свирь». Круглые сутки дежурили самолёты и вертолёты санитарной авиации. Наладить подачу кислорода на борт не смогли. Свою помощь предложила подлодка британской подводной спасательной службы. Тогда же российский президент выступил с официальным заявлением. К 16.00 стало известно, что отзываться на сигналы извне подводники перестали ещё ночью. На следующий день Норвегии были направлены 12 водолазов-глубоководников для участия в спасательных работах. Представители штаба говорили, что экипаж экономит кислород и ограничивает себя в движениях. На флагмане прошло закрытое совещание членов правительственной комиссии. Россия согласилась на предложение НАТО оказать содействие в спасении экипажа. 20 августа норвежцы спустились к спасательному шлюзу и отвернули вентиль. 21 августа был открыт внешний люк. А в 17.00 штаб флота официально сообщил, что экипаж Курска погиб. Военная прокуратура Северного флота подняла вопрос о возбуждении уголовного дела по факту аварии. Друзья, как вы считаете, был ли хоть какой-то шанс спасти тогда людей? Высказывайтесь по этому вопросу в комментариях под видео. А мы продолжаем. Что же на самом деле произошло с Курском? Вся история гибели Курска неоднозначна. Зачем на протяжении года на рейде прямо над субмариной стоял Пётр Великий? Зачем понадобилось поднимать лодку? Ведь год назад провели погребение по морскому обряду, а родственники погибших просили не тревожить покой мёртвых и не травмировать психику живых повторным прощанием. Подъём попытались объяснить опасностью ядерного заражения, но затонувшую ранее подлодку «Комсомолец» поднимать не стали. Загадки начались с первого дня. 14 августа пресс-служба ВМФ России заявила, что подлодка легла на грунт 13 августа из-за мелких неполадок, что связь с ней поддерживается, и она в скором времени вернётся на базу. Официальные лица сообщали о стуках из лодки, о начавшихся спасательных работах, о сильнейшем придонном течении и 30-градусном крене подлодки. Говорили о снабжении экипажа энергии и горячей пищи, о наличии на борту аварийного запаса воздуха, которого должно хватить до 21 августа. В действительности субмарина лежала на дне без крена. Придонное течение было слабое, видимость была удовлетворительная. Никто даже не попытался протянуть к подлодке шланги для подачи воздуха и электрокабели. Подлодка не сразу легла на киль. В 12-18 часов она стояла под углом в 25-30 градусов, уткнувшись в дно разбитым носом. При этом кормовой аварийный люк находился в 30-40 метрах от поверхности, откуда человек всплывает без дыхательных аппаратов и где могут работать лёгкие аквалангисты. Всё, что было необходимо в этот момент – зацепить Курск за грибные валы тросами с кораблей, что сохранило бы удобное для работы аквалангистов положение Курска на 2-3 дня. Вместо этого стала происходить какая-то неразбериха. Как утверждает сайт Шторм777.ру, спасение подводников не входило в планы командования флота. Ведь на протяжении двух минут командир подлодки отдавал по системе громкой связи последние приказы экипажу, кратко сообщив причину катастрофы. Оставшиеся в живых подводники стали неудобными свидетелями для виновников аварии. Уже после официального завершения спасательной операции вдруг заявили, что взрыв, пожар с выделением газов, затопление и повышение давления до 10-11 атмосфер привели к почти моментальной гибели экипажа. Возможно. Однако в таком случае кто смог заглушить реактор и писать предсмертные записки, датированные отнюдь не 12 августа? Стуки же изнутри лодки пытались объяснить тем, что акустики перепутали звуки разрушения конструкций с ударами в борт. Вот только спутать регулярные сигналы со скрежетом переборок или падением механизмов этого попросту не может быть. И ещё. Подлодка была разделена на две части реакторным отсеком, и из расчёта объёмов воздуха, сохранившегося в отсеках, возможно утверждать, что вплоть до 18 августа здесь находились живые люди. А несколько моряков должны были дожить минимум до 20-21. В этом случае прекращения спасательной операции равносильно преступлению. В официальной версии о взрыве боезапаса имеется целый ряд странностей. Гидрозин и окислитель торпедного двигателя находятся в разных контейнерах, с толщиной стенок больше 12 мм, что исключает их механическое повреждение. К самопроизвольному горению топлива мог привести лишь одновременный отказ трёх внутренних систем торпеды, каждая из которых троекратно дублирована. Вероятность катастрофы при этом одна на сотни миллиардов. И даже на такой фантастический случай имеется автоматическая система пенотушения, которая погасит пожар за одну минуту. Для детонации же пожар должен был продолжаться не менее 40 минут, на что не хватит объёма топлива в двигателе торпеды. А командир подлодки при пожаре просто дал бы команду на всплытие, которое заняло бы 2-3 минуты. Может, субмарине подняться на поверхность помешал крупный надводный объект? И, в конце концов, утверждение о двух пиках сейсмических возмущений, результатах взрыва торпеды и детонации боезапаса. А где же удар о дно тела массы в 20 тысяч тонн? С точки зрения законов механики, подобный объект бесшумно упасть не может. Сейсмоакустическая картина говорит за то, что второй пик возмущения – это столкновение носовой части корпуса со скальным грунтом. А первый – скользящий удар другой субмарины или тяжёлого надводного корабля. Может быть, в аварии Курска виноват адмирал Кузнецов? Тем более, что заявление о непричастности авианосца к трагедии так и не поступило. Настораживает, что по сей день не обнародованы карты месторасположения кораблей флота на 12 августа 2000 года. Не проведён мониторинг днищ крупных боевых судов. Почему? Даже тела подводников доставали почему-то малыми порциями, хотя ради их быстрейшего опознания это необходимо было сделать в первый же день. Почему-то из подлодки извлекли всего чуть больше третьей общей численности команды. Не раз сообщали, что тела из девятого отсека находились под страшными завалами. Но ведь Колесников писал в записке, что 23 человека перешли из восьмого в девятый отсек, когда подлодка уже лежала на дне, а взрывов и ударов больше не было. Каким же образом тела могли оказаться в завалах? На пресс-конференции подчеркнули, что о причинах аварии можно будет говорить лишь после подъёма первого отсека. Но руководитель ЦКБ «Рубин» Игорь Спасский заявил, что поднимать его никто не собирается. Мол, нет гарантии, что разорвались все имеющиеся там торпеды. Но отсек не раз обследовали и такую гарантию давали. Не побоялись же поднимать подлодку, в которой находились 22 неразорвавшихся ракеты гранит и атомный реактор. И почему во второй прощальной записке есть слова «Нас убили»? Семьи погибших обвиняют правительство в сокрытии фактов с целью избежать суда над высокопоставленными офицерами. Их адвокат Кузнецов заявил, что между детальным расследованием, проведённым независимым экспертом и выводами официального доклада, наблюдается однозначное несоответствие. Адвокат оспаривает результаты экспертизы тел, указывает на отсутствие у защиты копий вахтенных журналов и журналов гидроакустиков, настаивает на исследовании писем моряков. Есть предположения о частичном уничтожении документов. Представители защиты убеждены, что моряки, перебравшиеся в девятый отсек, жили там значительно дольше, чем это установили эксперты. Формулировка официального закрытия дела говорит об отсутствии состава преступления. Почему же содержание 38 томов этого уголовного дела засекречено, как государственная тайна? Прошло уже 19 лет, но вопросов в истории гибели подводной лодки Курск всё ещё больше, чем ответов. Какие тайны хранит море? Что такое поцелуй кувалды? Зачем закусывать вино воблой? Как устроена подводная лодка? Тяжело ли находиться в изолированном пространстве? И почему бывших подводников не бывает? Сегодня в понятие подводных сил входит многое, но основой остаются подводные лодки. Служба на подводных лодках с самого начала их изобретения была всегда рискованной. Здесь как нигде всё зависит от человека, от его знаний и профессиональной подготовки. Поэтому, как отмечал Валентин Пикуль в своём историческом романе «Моонзунд», в основном же служить под водой шли грамотные патриоты, любящие своё дело и отлично знающие, что ожидает их при малейшей оплошности. Подводные лодки состоят из отсеков. И если подлодка это крепость в океане, то каждый её отсек — форт, сдача которого ведёт к гибели всей крепости. Давайте ненадолго вернёмся в прошлое. 28 марта 1942 года. Уже 20-е сутки подводная лодка Ща-421 под командованием капитан-лейтенанта Фёдора Ведяева патрулировала на коммуникациях противника. Лодка потопила крупный фашистский транспорт, восьмой по счёту. Настроение у подводников было боевое. Поздно вечером, 8 апреля, командир решил провести подзарядку аккумуляторных батарей. При всплытии неожиданно лодку потряс оглушительный взрыв мины. Лодка стала проваливаться на глубину. Но уже через считанные секунды в отсеках зазвучали уверенные команды с центрального поста. Аварийная тревога! Продуть главный балласт! Заделать пробоину! Забортная вода забурлила у пробоина в седьмом отсеке. В темноте, под хлещущими струями ледяной воды моряки седьмого отсека во главе со старшиной команды торпедистов Дряпиковым действовали умело и энергично. Старшина первой статьи Власов, работая на ощупь, сумел быстро найти клапан аварийного осушения отсека, открыть его, а другой матрос дать воздух высокого давления в отсек на подпор. Пользуясь аварийным инструментом и пуская в ход подручные средства, подводники заделывали пробоину, преграждая путь в воде. Погружение подводной лодки прекратилось. Еще через несколько минут ее качнуло морской волной, лодка была на плаву. Старшина команды Дряпиков действовал, как и положено настоящему командиру отсека. В годы войны на подводных лодках не раз складывались ситуации, когда боеспособность и сама жизнь экипажа в огромной мере зависели от натренированности отсечной, аварийной партии и решительности ее полновластного руководителя, командира отсека. Но не только в военное время подводникам приходилось сталкиваться с различными аварийными ситуациями, не застрахованы они от них и в мирное время. Опыт войны, да и вся деятельность подводных лодок показывают, что командир отсека – главная фигура в борьбе за живучесть. Пусть не обижаются командиры, старпомы и инженер-механики, несущие ответственность за корабль в целом, в вышесказанных словах – огромный смысл. Ведь именно командир отсека своими действиями предопределяет конечный результат всей борьбы за живучесть. Остановить поступление воды, потушить пожар, ввести в строй поврежденную технику. Именно он призван в трудную минуту найти место каждому человеку, поднять его боевой дух и внушить уверенность в своих силах. Недаром говорится «подводная лодка – крепость, отсек ее бастион, где отсечная аварийная партия – гарнизон этого бастиона». На многих примерах действий советских подводников в годы Великой Отечественной войны можно и нужно учиться тому, как бороться за живучесть своих кораблей. Подводная лодка «Лембит» под командованием капитана третьего ранга Матьясевича во время одного из походов в 1942 году получила сильное повреждение прочного корпуса от разрывов глубинных бомб. Поступающая забортная вода попала в аккумуляторные батареи, и в лодке от замыкания начался еще и пожар. Создалась отрицательная плавучесть, и лодка упала на грунт. Личный состав не растерялся и быстро приступил к заделке пробоины и тушению пожара. В борьбе за живучесть лодки проявил мужество и прекрасные знания аварийно-спасательного дела старшина второй статьи Расторгуев. Ликвидировав поражение, лодка вернулась в базу. Подводная лодка «Л-20» под командованием капитана третьего ранга «Таммана», отрываясь от преследования, напоролась на подводную скалу на глубине 60 метров. Лодка получила пробоину в нижней части прочного корпуса. Через пробоину вода хлынула в первый отсек. Аварийная партия предприняла грамотные действия. Создав противодавление в отсеке, выжила воздухом высокого давления воду за борт и восстановила герметичность прочного корпуса. 13 человек в течение 10 часов работали в ледяной воде в отсеке, борясь за живучесть своего корабля. Стойкость и физическая выносливость проводников победили. Корабль был спасен. И таких примеров множество. Гибли неподготовленные экипажи, поэтому продолжать традиции военных лет, сделать коллектив каждого отсека мужественным гарнизоном бастиона отсека подводной лодки крепости – важнейшая задача, ради выполнения которой нельзя жалеть ни усилий, ни времени. А у вас или ваших знакомых есть истории из службы на подводной лодке? Делитесь ими в комментариях под видео. Подлодка. Как же попасть на подлодку и стать частью отважной команды? Попасть на нее можно через военное училище. Например, военно-морское училище имени Дзержинского. Ну, это офицерский путь. А матросам на подлодку можно попасть и через военкомат. Они направляют призывников в учебный центр, где полгода идет подготовка. Каждой специальности соответствует своя боевая часть, вроде отделов компаний. Первая – штурманская. Вторая – ракетная. Третья – минно-торпедная. Четвертая – радиотехнических средств и связи. И, наконец, пятая – электромеханическая, самая большая. С первой по четвертую части – это так называемый БЧ-люкс. Они ходят чистенькие и опрятные. А БЧ-5 – это маслопупы. Они по колено в масле и воде, на них все трюмы, насосы и двигатели. После учебки идет распределение на базы. Сейчас подлодки базируются либо на севере, в западной лице, Гаджиево, Ведяево, либо на Камчатке, город Вилючинск. Еще одна база есть на Дальнем Востоке. Ее в народе называют Большой Камень или Техас. В Балтийском и Черном море атомных подводных лодок нет, только дизельные, то есть не боевые. Первое – погружение. Когда подводная лодка выходит первый раз в море, все моряки должны пройти обряд посвящения. У кого-то минимальный. В плафон из каюты наливают забортной воды, которую надо выпить. Вкус у нее жутко вяжущий и горький. Неоднократно были случаи, когда людей сразу тошнило. Тогда же вручают свидетельство, нарисованное от руки, что ты теперь подводник. На некоторых лодках к этому обряду добавляется поцелуй кувалды. Ее подвешивают к потолку и, когда судно качает, матрос должен изловчиться и ее поцеловать. Смысл последнего обряда непонятен, но спорить здесь не принято, и это первое правило, которое заучиваешь, входя на борт. Служба. Почти что на каждой подводной лодке есть два экипажа. Когда один уходит в отпуск, а они положены после каждой автономки, заступает другой. Сначала идет отработка задач. Например, погрузиться и выйти на связь с другой подлодкой. Глубоководное погружение на максимальную глубину. Учебные стрельбы, в том числе по надводным кораблям. Если все упражнения штабом приняты, то лодка уходит на боевую службу. Автономка длится по-разному. Самая короткая — 50 суток. Самая длинная — 90. Насколько вы готовы к таким автономкам, если желаете попасть на подводную лодку? Оставляйте свои комментарии под видео. Одна подлодка с 16 баллистическими ракетами на борту может стереть с лица земли, например, Великобританию. На каждой из 16 ракет находится 10 автономных боеголовок. Один заряд равен примерно 5-6 хиросимам. Можно посчитать, что одна такая подлодка ежедневно возит с собой 800 хиросим. Страшно ли от этого? Всех подводников учат тому, что боятся те, по кому они могут выстрелить. Быт Экипаж подлодки круглосуточно несет вахту. В три смены по четыре часа. Каждая смена завтракает, обедает и ужинает отдельно, между собой практически не общаясь. Кроме собраний и общих мероприятий. Праздников, например, или соревнований. И из развлечений на лодке, турниры по шахматам и домино. Что-то более динамичное устраивать невозможно из-за воздуха. Он в подлодке искусственный, с повышенным содержанием двуокиси углерода, СО2, поэтому физические нагрузки плохо влияют на сердце. Жить в замкнутом пространстве не так трудно, как кажется. Во многом потому, что ты все время занят, 8 часов проводишь на вахте. Надо следить за показателями датчиков, пультом, делать записи. В общем, не отвлечешься на посидеть и подумать о жизни. Каждый день, примерно в 15.00, всех поднимают на малую приборку. Все идут убирать какой-то участок. У кого-то это пульт управления, с которого надо смахнуть пыль, ну а у кого-то гальон. Уборная для матросов в носовой части корабля. Причем закрепленные за тобой участки не меняются всю службу, поэтому если уж начал драить туалет, драешь его до конца. Что хорошо, так это отсутствие морской болезни. Лодку шатают только в надводном положении. Правда, по правилам лодка обязана всплывать раз в сутки, чтобы провести сеанс радиосвязи. Если подо льдами, то ищут полынью. Выйти подышать, конечно, нельзя, хотя и бывают случаи. Еда. За день кок должен не только 9 раз наготовить на ораву в 100 голодных матросов, но и для каждой смены накрыть стол, потом собрать посуду и перемыть ее. Но надо заметить, подводников кормят очень хорошо. На завтрак обычно творог, мед, варенье, иногда из лепестков розы или грецких орехов. На обед или ужин обязательно красная икра и балык из осетровых рыб. Каждый день подводнику положено 100 граммов сухого красного вина, шоколадка и вобла – оружие страны. Как утверждал адмирал Нахимов, у моряка нет пути легкого и трудного, у моряка есть путь славный. Это трудный путь, замкнутое пространство, одни и те же люди, сложные задачи. Чтобы справиться с этим, нужна мотивация посильнее, чем финансовое благополучие или удовлетворение амбиций. А у вас какая мотивация идти в подводнике? Не забывайте оставлять свои комментарии под видео. Должны ли фильмы, основанные на реальных событиях, один в один отражать их, чтобы не искажать историю в умах общественности? Мировая премьера фильма «Грейхаунд Тома Хэнкса» состоялась 8 мая 2020 года. Долгожданный для многих, он стал в итоге глубоким разочарованием для одних и поводом для восхищения других. Почему такое радикальное расхождение во мнениях? Давайте это и выясним сегодня, а заодно и примем для себя решение достойно очередная картина с Томом Хэнксом нашего с вами внимания либо нет. Приветствую, на связи Нью Солдат, и мы начинаем. Для начала сразу отметим, что лента имеет возрастное ограничение 16+, и по сути снята на основе реальных событий. Ну, по крайней мере, отчасти реальных. В фильме режиссера Аарона Шнайдера рассказывается о событии 1942 года, когда конвой с войсками и грузами для союзников под патрулированием ВВС США, направляющийся в порт Ливерпуля, подвергается нападению со стороны так называемой «волчьей стаи». Надо сказать, что термин «волчья стая», как и тактика «волчьей стаи», на самом деле появились как раз во время Второй мировой войны. Они стали использоваться для характеристики действий немецких лодок против конвоев Северной Атлантики. Этот тактический прием имел довольно краткую, но очень яркую историю, благодаря чему интерес к нему не угасает, как мы видим и по сей день. Попробуем разобраться с наиболее частыми вопросами по этой теме. Итак, а мы продолжим. Когда в первый раз применили тактику «волчьей стаи»? Предвидя новую войну с Великобританией, Карл Дёнец оказался одним из немногих офицеров Криксмарины, ратовавших за приоритетность развития подводных сил и увеличение численности лодок в их составе. Его усилия в привлечении внимания к тому, что в будущем конфликте с владычицей морей совместные действия подлодок будут основной тактикой в борьбе с конвоями, остались безуспешными. Поэтому с началом войны такая тактика не получила мгновенного применения, несмотря на то, что англичане ввели конвойную систему уже в сентябре 1939 года. Тем не менее, Дёнец предпринял первую попытку организовать групповое нападение на конвой уже в октябре 1939 года. Однако первый блин, как это часто бывает, вышел комом. Выделенные для этого шесть лодок не смогли осуществить задуманные. Две из них погибли уже по пути к месту сбора стаи. Из четырёх оставшихся субмарин У-45 и У-48 прибыли на место первыми и добились успехов в одиночных атаках конвоев. Но вскоре У-45 тоже была потоплена. В полчьей стае руководство лодками осуществлялось непосредственно на месте. Функции координатора действий группы были поручены командиру У-37 корветтен-капитану Вернеру Хартману. Однако последний не справился с задачей, что дало Карлу Дюк длиться от нескольких суток до нескольких месяцев. Количество лодок в группе варьировалось от двух четырёх до двадцати тридцати субмарин. Чем отличались волчьи стаи от других групп лодок. Волчьи стаи – это временные группы лодок, которые создавались для нападения на конвой в определенном месте. Имя собственное присваивалось им во время выполнения определенной задачи в отношении определенного конвоя или конвоев. Название группы могло меняться, если была необходимость перегруппировать лодки и перенацелить их для выполнения другой боевой задачи. Из одной большой группы создавалось несколько меньших или, наоборот, из нескольких малых групп создавалась одна большая. Кроме волчьих стаи, штабом подводных сил создавались именные группы лодок, сформированные для действий в определенном районе или для выполнения конкретных заданий. Так, например, известные группы субмарин девятой серии «Айсбер», «Монсун» и «Нойланд» создавались для действий у Киптауна, на Дальнем Востоке и в Карибском бассейне. К совместным действиям против конвоев они не привлекались, и к волчьим стаям отношения не имели. Самые успешные волчьи стаи Группу лодок «Вест» можно признать самой результативной волчьей стаей за время войны. С 8 мая по 20 июня 1941 года ее субмарины атаковали 10 конвоев и потопили 33 судна общим тоннажем 191 414 БРТ. Из 23 лодок этой группы была потеряна только одна — У-110. Потеря эта, правда, стала очень болезненной. Лодку захватили англичане, которые в числе прочего нашли на ней шифровальные материалы для военно-морского кода «Энигмы». Второй по результативности волчьей стаи можно признать группу лодок «Вествол», действовавшую с 8 ноября по 16 декабря 1942 года во время высадки союзников в Северной Африке. Этой группе удалось потопить 9 судов общим тоннажем 89 054 БРТ из состава пяти конвоев. Кроме этого, лодки «Вествол» отправили на дно эскортный авианосец «Эвенджер» и плавбазу эсминцев «Гекла». Из 20 субмарин этой волчьей стаи была потеряна только одна. Третье место занимает группа лодок «Айстойфель», действовавшая в Арктике с 21 июня по 12 июля 1942 года против печально известного конвоя «Пикью-17». После распуска последнего субмарины «Айстойфеля» пустили на дно 13 судов общим тоннажем 83 019 БРТ. Среди немецких «Волчьих стай» это лучший результат по уничтожению судов из состава одного конвоя. Четвертой по результативности считается группа лодок «Страйтокст», действовавшая в Атлантике с 20 октября по 2 ноября 1942 года. Тогда десяти лодкам этой группы удалось успешно атаковать конвой СЛ-125, потопив 12 судов общим тоннажем 80 05 БРТ. За время своего существования группа «Страйтокст» никаких потерь не понесла. Пятерку лидеров среди самых успешных волчьих стай в битве за Атлантику замыкает безымянная группа из семи лодок, которая в буквальном смысле разгромила конвой СС-7. В ночных атаках с 16 по 19 октября 1940 года субмарины группы потопили 20 из 30 судов конвоя. Отправленный именно дно тоннаж составил 79 592 БРТ. Друзья, а вам ранее приходилось что-нибудь слышать о «Волчьих стаях»? Делитесь своей информацией в комментариях под видео, а мы продолжим. Кроме этого, любителю военно-морской истории стоит знать, что самой большой волчьей стаей была группа лодок «Пантер», сформированная в октябре 1942 года. В ее состав входило 34 субмарины. Одной из самых неудачливых волчьих стай была группа «Дроссель», действовавшая в Атлантике с 29 апреля по 15 мая 1943 года. Группа атаковала три конвоя и сумела потопить всего три судна, потеряв при этом семь лодок из 13. С августа 1942 по март 1944 подлодка У-92 поочередно входила в состав 20 волчьих стай, что является абсолютным рекордом среди немецких субмарин в отпоздании. Только в 1942 году немецкий флот получил достаточно субмарин для создания постоянного прессинга на маршрутах конвоев. В результате это привело к тому, что до 1942 года малочисленные группы немецких лодок лишь иногда покусывали конвои союзников, порой добиваясь в этом тактических успехов. Но при попытке достичь стратегического успеха в 1942-1943 годах волчьи стаи потерпели поражение, безуспешно пытаясь перерезать нити судоходных маршрутов в Северной Атлантике. Упущенное немцами время союзники использовали с толком. Получив ряд тяжелых уроков, они успели хорошо подготовиться и дали отпор серым волкам. Развитие авиации ПЛО и радиолокационной техники сделало применение волков бессмысленным, так как нахождение подлодки на поверхности стало для нее смертельно опасным делом. Кроме того, чтение союзниками радиограмм немецкой военно-морской «Энигмы» позволяло им знать большинство ходов противника наперед. Насколько успешными были действия волчьих стаи свидетельствует статистика. Согласно данным английского историка Арнольда Хэга, за время войны союзники сформировали и провели 27 892 конвоя, в составе которых прошли 322 483 судна. Немецким субмаринам удалось с разной долей успеха атаковать всего 684 конвоя и отправить на дно 1737 судов из их состава. То есть от действий волчьих стай пострадали чуть более 2% конвоев союзников, в числе которых могли быть и герои фильма с Томом Хэнксом. По мнению одних критиков, в «Грейхаунд» очень хорошо видно, с каким трепетом и уважением к теме подошли создатели фильма. В разговорах героев много узкоспециализированного жаргона и терминов, причем картина не пытается объяснить зрителю их значение, а просто бросает в гущу событий. Это нереальная история, но чувствуется именно ей, гласит отзыв Оуэн Глиберман из Variety. Сценарий Хэнкса не кормит зрителя с ложечки, а сразу кидает в него тонну морского жаргона, надеясь, что тот в нем не утонет, добавляет Иэн Фриер из Empire. «Грейхаунд» в целом – это фильм, полагающийся на реализм. Это совсем нетипичный голливудский блокбастер, где Вторая мировая война становится лишь фоном для парада спецэффектов. Здесь сражения в основном сняты с палуб, кабин и трюмов корабля, потому что авторам картины интересны не красивые взрывы, а то, как взаимодействуют между собой люди в экстренной ситуации. Даже самые жестокие моменты тут происходят где-то в отдалении. Фильму важнее суровая, методичная работа радара и нацарапанные координаты. Мнение Леи Гринблот из Entertainment Weekly. Но даже так Грейхаунд удается держать зрителя в постоянном напряжении. Все 80 минут фильм посвящает саспенсу морских сражений. Никаких предысторий и послесловий. Грейхаунд интересует только конкретный момент во времени и пространстве. Фильм полностью погружает зрителей в сражения. Его интенсивность напоминает высадку в Нормандию из «Спасти рядового Райана» и батальные сцены из Дюнкерка, утверждает Дэвид Руни из The Hollywood Reporter. Из-за этого, правда, страдают персонажи в фильме. Не считая самого Тома Хэнкса, который играет знакомый себе архетип настоящего американского героя, человека скромного и семейного, но при этом решительного, у актеров попросту нет времени раскрыться на экране. В целом, считают одни критики, несмотря на некоторые минусы, из Грейхаунд получилось действительно впечатляющее военное кино. Лента без лишнего пафоса и ура патриотизма, показывающая повседневный героизм, да еще и с, как всегда, мощной игрой Тома Хэнкса. Стоит отдать должное Хэнксу. Его сценарий не напирает на героизм, но при этом показывает храбрость и жертвенность людей, участвовавших в битве за Атлантику, одной из компаний Второй мировой, которую редко показывают в кино, выражает свое мнение Дэвид Руни из The Hollywood Reporter. Взгляд других критиков не столь позитивен. В нем чаще всего преобладает такая характеристика, как «нелепый». За нелепость критики принимают тот момент, что союзной группой командуют не англичане, которые к 1942 году уже три года воевали на Атлантике, а американцы. Неправдоподобен, по мнению экспертов, и эпизод с первой кровью, когда неопытные янки играючи топят под лодку. Так и хочется спросить создателей фильма, а что вы знаете о работе аздика и прочности корпуса немецкой субмарины? Пишет ресурс warhead.su. На экране ляпы следуют один за другим, как на марше. Конвой не меняет курса после обнаружения его врагом, не маневрирует, во время ночной атаки не взмывают в небо десятки осветительных снарядов, а командир эскорта мучается в сомнениях, отправлять ли ему сигнал о помощи в Адмиралтейство или нет. Короче говоря, герой Хэнкса и его опытные британские подчиненные делают все, чтобы немецкие подводные лодки быстрее топили суда, которые им поручено защищать. И удивительно, что с таким руководством конвой вообще дошел до порта. Кстати, о подлодках. То, что мы видим на экране, лучше бы мы не видели. Пишет все тот же ресурс. В общем, как видите, друзья, мнение критиков диаметрально противоположно. Что делать в такой ситуации? Только идти, смотреть фильм и составлять о нем свое мнение. Поэтому на этом все. Ждем ваших комментариев под видео и уходим готовить очередной выпуск для вас. До скорого, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok